Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наше занятие по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать такой вопрос. Мы знаем, что после смерти Сары Авраам женится на Хитуре. Об этом мы читаем в 25 главе с 1 стиха по 4 стих. «И взял Авраам еще жену именем Хитура. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Ишуаха. И Окшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Льюмим. Сыны Мадиана, Эфа, Эвер, Ханох, Авида и Элдага. Все сии сыны Хитуры». На что мы обращаем внимание? Вот в первом стихе 25 главы Хитура названа женой. Но в первой книге Паралипоменон, 1 глава, 32 стих, о Хитуре говорится, «Сыновья Хитуры наложницы Авраамовой». Как жена может оказаться наложницей или наложницей оказаться женой? Здесь действительно есть некая трудность. Очень интересно объяснение блаженного Иронима, который настаивает на том, что трудно заподозрить столь пожилого и столь праведного человека, что после смерти своей любимой жены он вожелал другого брака. Скорее всего, речь идет о чем-то другом. Хитура называется наложницей и женою. Значит, когда-то она была наложницей, а потом стала женою. А какая наложница была у Авраама, с которой он вступала в отношения? Это Агарь. Агарь. Но Сара ревновала к Агарь. И она потребовала, чтобы Авраам прогнал Агарь, ее сына Измайла, Ишмаэля. И после смерти Сары Авраам возвращает свой дом Агарь. Почему же меняется ее имя? Хитура. Потому что изменились ее нравственные качества. Хитура – это слово близко к слову благоухания, к этому роду. И она процвела в праведности за это время. И за это время она смирилась, как бы согласилась с волей Божией. И она была возвращена назад. И Авраам начал жить с ней уже как с женою, потому что смерть жены Сары как бы развязала ему руки. И он мог теперь считать Агарь не только наложницей, он перестал ее считать наложницей, а она стала его женой. Надо сказать, что в Библии достаточно часто меняются имена тех или иных людей. Например, у тестя Моисея там, по-моему, четыре или пять разных имен, и каждая означает некое состояние, в котором находился этот человек, священник Мадиамский, как он еще называется. Поэтому в случае с Хитурой разделим точку зрения блаженного иронима. Блаженный ироним Стридонский в своей работе «Еврейские вопросы» на книгу «Бытия» пишет. По этой причине евреи делают предположение, что Хитура – это та же самая Агарь, изменившая свое имя. После смерти Сары она стала из наложницей женою. И, пожалуй, возраст уже одрехлевшего Авраама снимает со старца подозрения в том, что он после смерти своей ветхой жены решил доставить себе развлечение новым супружеством. Действительно трудно заподозрить такого благочестивого человека, как Авраам, в том, что после смерти пожилой жены он вот ищет для себя какого-то нового приключения семейной жизни. И более справедливо по отношению к нему то, что он возвращает ту самую Агарь, нравственные качества, которые ее изменились, и она стала Хитурой в соответствии с новыми качествами, то есть она благоухала праведностью, как и в Новом Завете говорится о благоухании Христовой праведности. Таким образом, с одной стороны, мы снимаем подозрения с Авраама, что он в таком возрасте ищет для себя каких-то приключений новой семейной жизни, а с другой стороны разрешается вот это противоречие. Почему в одном случае она названа женой Хитура, а в другом случае в первой паралипоменон она называется наложницей. Берегите себя, подписывайтесь вовремя на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах.